Если у вас не появилось новых вопросов, давайте будем продолжать. А я, как и обещал, нашел, конечно, где у нас речь Алкевиада. Это шестая книга, 89-92, где Алкевиад объясняет спартанцам, почему они должны. Книга шестая, 89-92. В смысле, о начале времен? Говорит. Вспомните историю древнюю, которую он описывает. Я к тому, что он, почему государство возникло? То есть, как Гобз говорит, спробовать собраться. Именно из Фуки-Дида Гобз сделает вывод о том, как оно возникло. Ну, сам Фуки-Дида так говорит. Гобз думает, что Фуки-Дид именно это и подразумевает. В начале времен было слишком много войны, и люди не могли никак нигде закрепиться. Поэтому, да, поэтому они начали создавать древние города, вдали от побережья. Какова была причина создания этих городов? Страх, конечно. Ну, так это же Гобз один в один, да? Природа человека в естественном состоянии ведет к тому, что все люди все время боятся. Самый сильный мотиватор – это страх. Поэтому страх заставляет людей создать государство. Получается, что людей в государстве тоже страх удерживает. Да. Только уже перед чем страх-то? Перед... Один в четыре. Ну, ты не сказал только в естественном состоянии, но это не совсем. Смотрите, какой страх ведет людей в государство? Страх перед... Нет. Страх перед кем? Перед другими людьми. Перед другими людьми. Правильно. В государстве, находясь, они испытывают этот страх? Нет. Нет. Значит, какой страх заставляет их остаться? Страх перед кем? Они уже не знают этого страха. Ну, а ведь выкрутите, да, просто... Они, по идее, не на одной причине. Наоборот. Страх перед кем? Конечно. Если людей держит страх от государства, алкевиат не боится. Он же выходит из фактически... Не-не-не-не-не, не надо экстраполировать теорию Гоббса на... Так, я как раз хочу узнать, вот с точки зрения Фокидида, что заставляет людей оставаться в государстве? Это хороший вопрос. И на него, наверное, очень сложно ответить, потому что Фокидида об этом не говорит. То есть понятно, что там есть смесь страха и надежды, да, это очевидно. То есть люди процветают, и это дает им надежду. И, соответственно, они боятся того же государства, и это дает им страх. Но, понятное дело, в людях вроде алкивиадов, в новаторах в целом, страх перед государством падает, а надежда на получение чего-то в него растет. Мы ведь дойдем до этого, и Фокидид нам напрямую скажет, когда государство диссоциируется. И да, это будет потеря страха перед законами людскими и божественными. Почему? Почему, конечно, да. То есть люди находятся в государстве и продолжают там находиться, потому что они испытывают страх, потому что оно на них давит, подавляет их природу. Как только по каким-то причинам оно ослабевает, давление это ослабевает, страх уменьшается и, соответственно, немедленно возвращается природа. Можно не сказать в таком случае, что люди как-то, выдающиеся люди, это все люди, которые придают страх от государства. Что они меньше боят, конечно, но смотрите, у нас не выйдет сказать, что выдающиеся люди, это прямо люди без страха, потому что у нас есть Фемистокл, и у нас есть Никей. Люди со страхами. Хотя, конечно, вы можете смело сказать, что как бы алкевиат превосходит и Фемистокл и Никей, и это будет абсолютно справедливое замечание. Почему одни подстаются в тот государство, потому что не подавленная природа, а алкевиат проявляет максимально природу человека, и он может конкурировать. Да, смотрите, властолюбие, корыстолюбие и честолюбие, это явно все связанное с надеждой, а не со страхами штуки. Таким образом, в более человечных людях, так как эти штуки более сильны, в них более сильна надежда. И, соответственно, они меньше сторожатся и ведут себя соответствующе. Хорошо, что ж, мы услышали, да, вы видите, Фукидид заканчивает эту историю, и заканчивает историю древних Афин, относительно древних, то есть между персидскими войнами и Белопонезской войной. И возвращается, наконец-то, к главной теме. Спартанцы уже решили, что они будут воевать против афинян. Но афиняне еще не решили, что они будут воевать против спартанцев. И Фукидид в самом конце первой книги как раз и показывает нам, как афиняне принимают такое решение. Я напоминаю, что в случае спартанцев это был диалог, за которым следовало, да, помните, коринфяне против афиняне, за которым следовало два обсуждения и одно решение. Что же по поводу начала войны у афинянцев в 39-4? Даже чуть выше, чем в 4. Афиняне? Афиняне, да. Созвали народное собрание. Предоставили каждому высказывать свое мнение и постановили. Обсудив за раз все обстоятельства, дать окончательный ответ. Многие выступали с речами, причем голоса разделились. По мнению одних, следовало воевать. По мнению других, постановление о мегарянах не должно быть помехой миру и необходимо его отменить. Выступил также и Берикл, сын Ксантипа. В то время первый человек в Афинах, самый могучий и словом и делом. Да, значит, это первая речь Берикла. И более того, вы видите, какую характеристику дает ему Фукидид. Могучий словом и делом. Это буквально то самое, что скажет Протагор в Протагоре Платона о том, чем он занят. Он делает людей могучими словом и делом. Протагоры Перикла связаны напрямую многими жуткими вещами. Но для нас с вами здесь важна не их связь, а то, что Фукидид действительно называет Перикла первым и лучшим. Он увещевал Афинян следующим образом. Афиняне, я неизменно держусь одного и того же убеждения. Не уступать Пелопонесу. Остановитесь. И вы понимаете, почему, да? Почему? А еще? Потому что не было. Нет, это уже было сказано. Потому что его избойные случаи есть. Конечно. То есть у Перикла нет выбора, кроме как быть на стороне войны. Не только потому, что он демагог, а потому что если сейчас афиняне решат, что нужен мир, то есть шанс, что карьера Перикла на этом и закончится. Хотя и знаю, что люди действуют на войне не с таким одушевлением, с каким дают себя убедить начинать ее. И меняют свое настроение сообразно со случайностями войны. Однако я вижу, что и теперь я должен советовать вам решительно то же самое. И считаю себя вправе требовать от тех из вас, которые разделяют мое мнение, поддерживать состоявшееся общее решение. Хотя бы мы и потерпели какую-либо неудачу. А если будет удача, не приписывать своей проницательности доли участия в мире. Перикл, как демагог. И потом Клеон будет точно таким же. Прекрасно знает, что демократия не постоянна. Что в этом ее проблема. И первое, что он говорит, давайте мы, пожалуйста, будем постоянными. Ведь может случиться, что все дело окажется столь же мало отвечающим расчету, как и мысли человека. Поэтому-то обыкновенно мы и виним судьбу во всем, что случается, вопреки нашим расчетам. Ясно было, что лакидемоняне и прежде питали против нас враждебные замыслы, а теперь больше, чем когда-нибудь. Хотя в договоре сказано, взаимные споры следует отдавать на суд и подчиняться его решению, и в каждой стороне владеть тем, что она имеет. Однако до сих пор сами пилопонессы не потребовали суда. А когда мы предлагали его, они не принимают его. Войною они речами предпочитают, а не разрешать недоразумения. И вот являются уже не с жалобами, а с приказаниями. Этого пока достаточно. У Перикла есть цель, которую Фукидид не называет, но которую он делает абсолютно прозрачной. Перикл собирается заставить афинян начать войну. Перикл начинает с того, что афиняне должны придерживаться одного курса, какой бы курс ни избрали, и что негоже менять его из-за неудач или успехов. И, естественно, он подразумевает, что негоже винить людей, которые подтолкнули к этому курсу, если начнутся какие-нибудь неудачи. А затем Перикл говорит, что война с лакидемонянами неизбежна, потому что лакидемоняне, предъявляя претензии, не заинтересованы в их решении или разрешении, или мирном разрешении. А именно, что они уже собираются воевать и просто тянут время. 141.2 Что касается приспособлений к войне и тех средств, которыми располагают обе стороны, то знайте, что мы будем не слабее их, о чем и услышите от меня подробно. Далее Перикл должен сказать, что война неизбежна, что он и сделал уже. Но! Я думаю, вы можете уже догадаться, что это за но. Почему в ней надо принять участие, а не подчиниться требованиям спартанцев? Хотя война неизбежна. Именно это он и говорит сейчас. Прямо в этом предложении. Что касается приспособлений к войне, то есть, что он слабее хотел. Он слабее хотел. А, нет, что слабее. Как раз о том, что вы уже говорили, что, по сути, уже тянув время, и не надо дать им время. Это уже было сказано. Смотрите, вы собираетесь кого-то убедить начать войну. Вы сказали, что, как бы, не надо меня винить потом, если что-то пойдет не так. Это логично. Второе, вы сказали, и мы должны, значит, держаться на лукурсе. Второе, вы сказали, война неизбежна, потому что наши враги, на самом деле, хотят именно этого. Теперь вы должны сказать, почему вы можете начать эту войну. Не должны, а можете. Потому что, конечно, потому что мы сильнее. То есть, мы в этой войне, мы не просто можем ее начать, мы в этой войне можем победить. Потому что мы сильнее. Вернитесь к списку вещей, которые необходимы для войны, которые давал вам Архидам. Вы можете вернуться и мне сказать что-то об этом списке. Что-то было Архид. Ресурсы, да. Так, богатство, оснащенность, людские ресурсы. Не-не-не-не, топ. Челюбские ресурсы, ресурсы. Ресурсы, отлично. Людские ресурсы, это как отдельные люди. Богатство. Богатство. Оснащенность. Аиль. Общие ресурсы, мы расписываем. Так, как четыре. Четыре, да? Без ресурсов. Не идите, вы меня обманываете. Ну, хорошее. Людские ресурсы. Да, людские ресурсы отдельно от материальных. А все остальное-то есть, по сути, ресурсы. Ну, так или иначе, да, да, да. В том или ином виде. Хорошо. Давайте посмотрим, будет ли следовать этому списку Перикл. Пожалуйста. Пелопонастцы живут трудами рук своих. И у них нет денег ни частных, ни общественных. Потом, они неопытны в войнах продолжительных и в тех, которые ведутся за морем. Так как вследствие бедности, они воюют только между собой, и то кратковременно. Такие люди не могут часто высылать на войну ни вооруженных воинами кораблей, ни сухопутных войск, чтобы не удаляться от своих владений и вместе с тем не тратить своих средств. Кроме того, море для них закрыто. Между тем, войны ведутся не столько на взносы, выкачиваемые силой, сколько на готовые средства. Люди, живущие трудами рук своих, охотнее жертвуют для войны с жизнью, нежели деньгами. Они твердо убеждены, что жизнь может быть еще спасена и в опасности. Напротив, они не уверены в том, что средства не истощатся раньше окончания войны. Особенно, если сверх ожидания война, как это и бывает, затянется. Правда, в одном сражении Пелопонессы вместе с союзниками могут устоять против всех остальных эллинов. Но они бессильны для борьбы с противником, вооруженным иначе, нежели они. Пока у них нет единого совещательного учреждения, они ничего не совершают быстро, на месте. Так как все они имеют равный голос, к тому же разнопленены, то каждый преследует лишь собственные цели. А результатом этого бывает то, что обыкновенно они ничего не доводят до конца. Итак, у Пелопонессов нет денег, нет оснастки и нет союзников толковых. Для людей тоже они разрушились. Не-не-не, это союзники. Почему Перикл не говорит о том, что у Спартанцев нет людей? Очевидно, потому что все это и так знают. Спартанцев мало по определению, об этом даже не надо упоминать. Видите, Перикл мыслит точно так же, как Архидам. Он видит те же самые проблемы. Мы победим в этой войне, потому что мы четко превосходим по этим параметрам своих противников. 142. И заметьте, сейчас Перикл будет повторяться. Потому что так как он говорит не перед долговыми людьми, а перед демократами, он должен вбивать им в мологу одни и те же аргументы, чтобы до них дошло. 142. Насчет разлада в между союзниками. Правильно ли я понимаю, что он намекает на то, что Афина-то не слушает своих союзников, они не управляют союзниками? Да, да, конечно, конечно. Мы такая, мы тиранья, да, поэтому у нас нет проблем с союзниками, а у спартанцев есть проблемы с союзниками. Однако, важнейшую помеху и для них будет недостаток денег, так как с доставкой их они будут медлить и всегда запаздывать, а военные события не ждут. Не стоит так же страшиться ни их земляных укреплений, ни флота. Что касается укреплений, то если и в мирное время трудно возвести их в таком виде, чтобы они равнялись укреплениям нашего города, тем труднее, конечно, сооружать их на неприятельской земле. Научиться же морскому делу им будет нелегко. Если вы, отдавшись ему тот час после персидских войн, все еще не овладели им вполне, то каким образом люди, занятые земледелием, а не мореплаванием, могут совершить что-либо значительное, когда к тому же вы непрерывными нападениями на многочисленных кораблях не дадите им возможности заниматься морскими упражнениями? Да, две основных вещи, в которых мы превосходим наших противников. Это наше богатство и наши корабли, наше умение воевать на море. Это залог победы. И Перикол говорит дальше, что противники могут попытаться решить проблемы, эти две решающие проблемы, но для того, чтобы научиться воевать, нужно долго учиться. Проблема только в том, что ранее он уже говорил, что война эта может быть долгой 141-5. Напротив, они не уверены в том, что средства не истощатся раньше окончания войны, особенно если сверх ожидания война, как этой бывает, затянет. Да, это первая проблема. То есть спартанцы, как Перикол говорит ранее, рассчитывают победить одним сухопутным сражением, потому что они могут это сделать. Но если война затянется, они могут научиться плавать. И второе, 143. Далее предположим, они наложили бы руку на олимпийские или дельфийские сокровища. Это ровно то, что предлагали к олимпиане в спарте. Если нам понадобятся дополнительные деньги, мы просто заберемся в Дельфы и Олимпию, пожалуйста. И попытались бы высшую наемную плату переманить от нас иноземных моряков. Это ровно то, что предлагали. То есть деньги могут сделать вот это вот, быстрее. Не надо учиться, можно купить того, кто убит. И союзничество, как раз, может, туда. Пока не говорит ничего о союзнике. Я правильно не буду слушать, что не знал. То, что переманить наших союзников, а там же речь была как раз... Нет, еще разочек. И попытались бы высшую наемную плату, 140... И попытались бы высшую наемную плату переманить от нас иноземных моряков. Да, это не союзники, это просто люди за деньги работающие. Заметьте, Перикол, конечно, говорит иноземных. Вот не говорит латинский. Но все-таки он подробно. Это действительно было бы опасно, если бы мы, со своей стороны, не имели возможности сравняться с ними, вооружив корабли с собственными гражданами и нитеками. 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 Да, богатство нужно для того, чтобы решить проблему с оснасткой, с кораблями. Но эта проблема никогда не будет решена. Быстро. Слишком много командов практически. Нет. Афиняне все равно превосходят наемников, потому что они уже слишком долго этим занимаются. У них много. Наемников не может быть много. А каждый афинский имперфидонин, бедный, очевидно, уже умеет все это делать. Три. В таком или приблизительно в таком виде представляется мне положение пилопонесса. И да, у пилопонессов проблемы, и они не могут быть решены. Теперь надо показать, что у нас проблем нет, или что если уж они есть, то они могут быть решены. Напротив, наше положение, свободное от тех недостатков, которые я осуждал в них, имеет и другие более важные преимущества. Если они вторгнутся в нашу страну по суше, мы пойдем на их землю морем. А опустошение одной какой-либо части пилопонесса будет иметь далеко не то же значение, как опустошение целой Аттики. Потому что взамен этой области они не смогут получить без борьбы никакой другой. Тогда как у нас есть много земли и на островах, и на материке. Да. Потеря Аттики не ведет ни к каким проблемам для морской горшавы. Потеря одной части пилопонесса ведет к поражению Спарта. Так важно иметь силу на море. Подумайте только, если бы мы стали островными жителями, кто был бы неуловимее нас? Следует и теперь мысленно ставить себя, возможно, ближе к такому положению. Покинуть поля и жилища, оберегать море и город. И хотя бы это способно было вселить раздражение, не давать все-таки битвы пилопонесса превосходящим нас численностью. Да. Главное не затупить и не выйти в открытое сражение против пилопонесса. Сухопутные лица. Ведь даже в случае победы мы снова будем иметь дело с неприятелем не менее многочисленным, а при поражении мы потеряем сверх того и союзников, которые составляют нашу силу. И Перикл, ровно как и Орхидам, знает, что сила Афин только в союзниках. Нет союзников, ну, союзников в короче, да? Нет союзников, нет ничего. Поэтому главное наше, то есть мы побеждаем в любом случае, если только не, говорит Перикл. 144. Здесь интересно вот, пилопонессами превосходящих нам чистят, в общем, он так же не является. Ситуация следующая. Пилопонессы с союзниками вторгаются по суше. Из одного места. Все вместе, всегда. Афиняне сидят в Афинах. Они не могут подвезти в Афины всех своих союзников быстро, это невозможно. И кроме того, их там нет где расположить. Поэтому Перикл говорит, когда пилопонессы вторгнутся в мальчику, не выходите из города. Это будет конец. Потому что их заедуло больше, чем афиняне, то есть афиняне не умеют воевать сутка в крупных тактах. Да, спартанское войско превосходит афинское войско. Да, к тому же Афиняне... То есть здесь все равно тоже подчеркивается факт, что важны союзники. Ну, естественно, союзники им не крутые, но так. Да, 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 да. Плюс важность плота, потому что афиняне можно запереть в Афинах, но там будет пироич, через который можно поставить припасы. Не только это, можно атаковать пилопонесс. Да, тоже. Что о чем Перикл уже говорил. 124. У меня есть много других оснований надеяться на победу, если в этой войне вы не будете стремиться к новым приобретениям и не станете добровольно создавать себе еще и другие опасности. Мы победим, если не только судьба будет на нашей стороне, да? Если мы не будем делать лишних силодвижений, это не напоминает вам ничего? Да? Олигархический подход. Не просто олигархический подход, это ведь ровно то, что говорила Орхидама и Спартанца. Кто проигрывает-то? Тот, кто все время что-то делает. И это ровно то, что приведет афинян к гибели, потому что во время Пилопонесской войны они ведь захотят, спасибо Алкевиаду, захватить Сицилию. И это будет началом-концентра. Перикол говорит, ребята, не надо. Мы давайте сконцентрируемся на тех проблемах, которые перед нами стоят. В этом смысле он со мной стороны это пророчествует, а с другой стороны показывает, что он четко знает демократический характер. Надежда не может быть остановлена. Ну, во-первых, чтобы нам показать, что он это знает, а во-вторых, чтобы восстановить афинян. То есть, позднее Пилопонесский скажет, что Перикловы Афины были так успешны в войне только по одной причине, потому что это была демократия только по названию, а на самом деле это было правление Перикла. Как только Перикл ушел, это стала демократия поднастоящая, и все. И афиняне перестали следовать этим простым правам. Ну, по сути, это же в самом начале тоже как все Перикла, когда вы давайте дешеваться одного курса. Да, но смотрите, один курс, например, может касаться и завоевания. То есть, курс на завоевание может быть один. То есть, это две разные вещи. Давайте мы будем последователем нашей политики, и давайте мы не будем пытаться в ходе войны еще что-то себе подкрести. Потому что последовательная политика может заключаться в том, чтобы в ходе войны что-то себе подкрестили. Ну, не нужно распылять войны. Дальше афины как раз нам надо защищаться все эти выпуски. Да, но опять-таки последовательная политика может подразумевать распыление. То есть, это две разные вещи. В самом деле, меня больше страшат наши собственные ошибки, нежели замыслы врагов. Это ровно то же самое, что говорит Архидан. Победа зависит от противника, а поражение от тебя самого, да. И понятно, почему Архиданта упирает на то, что спартанцы должны смотреть, ждать, когда афиняне сделают ошибку, а Перикл напирает на то, что афиняне должны ошибку делать, а не ждать, пока спартанцы ее совершат. Потому что Перикл прекрасно знает, кто моргнет в ситуации спартанцы против афиняне. И он говорит, пожалуйста, только не это. Но это будет выяснено в другой речи. План речи следующий. Перикл говорит, мы должны проводить единую политику, война неизбежна, мы в войне можем победить по таким-то, 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 таким-то причинам. И, естественно, после того, как он это сказал, он подходит к вопросу о том, почему мы можем в войне проиграть, то есть, чего мы должны избегать. А затем, естественно, нужно закончить чем? Чем заканчивается мотивационная любая речь? Пропаганда. А? Пропаганда. Нет, но это все пропаганда? Среди ацетов. Вызывы. Вызывы. В конце, если вы составляли хоть один агитационный материал в своей жизни, в конце всегда призыв в действие. Я только что сказала. Да? Вы сказали призыв в действие. Да. Я просто думала, что еще может быть в конце? И что же говорить в конце Перикл? Это 144.2 до троечки. Прямо перед троечкой. Нужно знать, что война неизбежна. Чем охотнее мы примем вызов, тем с меньшей настойчивостью враги будут налегать на нас. Да, этого достаточно. То есть, Перикл выступает с простой и понятной речью, которая, в общем-то, оказывается успешной 145. Вот что сказал Перикл. Афиняне признали, что он дает им наилучший совет и постановили так, как он предлагал. Да. И теперь уже война начинается официально. То есть, на нашей пятой встрече в конце первой книги начинается война с обеих сторон. Мы, конечно, можем перейти к этих сторон. Война между афинянами и пелопонессами с участием союзников тех и других начинается ниже следующими событиями, когда обе стороны сносились между собою уже при последствии глашаты и взявшись за оружие вели войну непрерывно. Мною записаны события в том порядке, в каком следовали они одно за другим по летам и зимам. Да, здесь есть запах новации, потому что вообще-то все приличные люди мерят время по памятным событиям, в смысле это Рождество Христово, да. Значит, у афинян это занятие должности архонта такого-то, да, то есть, как у японских, да, сегодня четвертый год от воцарения такого-то, такого-то императора. У спартанцев своя система, у афинян своя, они не совпадают, их невозможно совместить, поэтому Фукидид принимает новаторскую идею. Он будет считать не по тому, какой архонт или какой царь заходит на трон и сколько лет он там сидит, а по летам и зимам. С момента начала войны. С момента начала войны, да. В течение 14 лет сохранялся в силе 30-летний договор, заключенный после покорения Евбии. На 15-м году, 48-й год жречества Хрисиды в Аргосе. Да, вы видите, что чтобы начать это летоисчисление, надо четко указать первую дату, и она должна быть естественно четко обозначена современным, не новым, а старым методическим временем. Когда Эфором в Спарте был Энессий, а архонтство Пифадора в Афинах оставалось до срока 4 месяца. На 16-м месяце после сражения припыть идеи. Да, вы видите, как четко фаппетит указывает дату начала. В начале весны 300 с небольшим фиванских граждан под команду биотархов Пифангела, сына Филида и Диэмпора, сына Аниторида, вторглых с оружием в начале ночи в биотический город Платию, бывший в союзе с афинянами. Итак, следующие две книги. Я напомню вам, что Фукидит все время работает в одной и той же парадигме. И это парадигма диалектическая. В первой книге мы сравнивали сначала древних, потом современных, Спарту и Афины, спартанцев и афинян, Повсания и Фемистокла, теперь мы сравниваем две осады. Платея во второй книге и Метилена в Торезии. Платею осаждает спартанцы, Метилена осаждают афиняне. Мы купим это все еще в контексте естественного сравнения Спарты и Афины. И соответственно, сравнив, как ведут себя. Это обе осады успешные. То есть и Платея сдаст и Метилена дадутся. Мы должны будем сравнить спартанцев и афинян по тому, как они ведут себя в коде осады и после ее окончания по отношению к людям, которых они осаждали. Итак, Фивиане вторгаются в Платею, но каким-то странным образом. Пожалуйста. Фивиан призвали и открыли им Платейские ворота граждане Навклид и его сообщники с намерением захватить власть в свои руки, погубить неприязненных им граждан и подчинить город Фивиан. Да, вы видите, что уже принцип войны для многих уже не только для афинян и спартанцев, но для многих других городов сдвинулся. Воюют везде олигархи против демократов. Да, принцип деления партийный. Олигархи призывают Фивиан, чтобы уничтожить лидеров демократической партии и подчинить себе город, а после чего передать его Фивиану. Они исполнили это при посредстве влиятельнейшего гражданина Фив Евримаха, сына Леонтиада. Фивиане предвидели наступление войны и желали заранее захватить всегда враждебно к ним настроенную платье еще и в мирное время, до начала открытой войны. Они незаметно проникли в город, тем легче, что в нем не стояло гарнизон. Выстрелившись с оружием в руках на городской площади, они отказались повиноваться тем, которые призвали их и не желали немедленно приступить к делу и нападать на жилище врагов. Мы не будем читать дальше. Этот военный переворот или полувоенный переворот оказывается неудачным по многим сразу причинам, но главное потому, что фивиане, в смысле платояне, успевают отправить своим союзникам афинянам несколько глашатая с просьбами о помощи и, что тоже немаловажно, демократам удается захватить контроль над ситуацией и выдвалить фивиан. 6-4. Тогда афиняне выступили в поход к платье, подвезли ей съестных припасов и оставили там гарнизон, а совсем негодное к войне мужское население вместе с женщинами и детьми вывели из города. Да, смотрите, афиняне помогают своим союзникам, город отдавать нельзя. Давайте поговорим о том, почему, коротко очень, почему фивиане не пришли с войском взять город силой, а прислали несчастных 300 янышей, чтобы те поучаствовали в военном перевороте. Причина простая. И афиняне, и спартанцы знают, что война закончится. И афиняне, и спартанцы знают, что война закончится мирным договором. И афиняне, и спартанцы знают, что в мирном договоре, которым закончится война, будет один пункт, согласно которому все города, захваченные силой, должны быть возвращены на свое прежнее место. Поэтому, согласно этому пункту, если город не был захвачен силой, а отдался сам, он не должен быть возвращен. Соответственно, и афиняне, и спартанцы, но в первую очередь, конечно, спартанцы, заинтересованные в отважении афиняне, все союзники спартанцев находятся на Пелопонесе, там с этим ничего не сделано, а вот афинские союзники везде, заинтересованные в отважении афинских союзников будут пытаться убрать их из Афинского союза мирным образом, заставить их выйти из с Афинского союза мирным образом, без осад и принуждений, потому что они никуда, как вы понимаете, не идут, то есть, допустая царь ресурсов брать город, который ты потом все равно вернешь. Семь. Ввиду совершившегося в плоте их дела, когда нарушение договора было явное, афиняне начали готовиться к войне. Готовились и лакедемоняне вместе с союзниками, причем обе стороны собирались отправить посольство к персидскому царю и в другие места к варварам. Да, вы видите, пошла эскалация. Эта война больше не межгреческая, она становится межцивилизационной, причем варваров привлекают или хотят привлечь обе стороны. Не важно грек или варвар, важно то, способствует ли он нашей победе или нет. которых и те и другие надеялись получить какую-нибудь помощь. Кроме кораблей, имевшихся дома, лакедемоняне приказывали соорудить 200 кораблей в Италии и Сицилии тем городам, которые приняли их в сторону. Только приказали, да? Не приказали, а приказали. Спартанцы подтягивают флот откуда могут и подтягивают они из Италии и Сицилии, потому что именно там находятся их кровные товарищи будет несколько и вы должны будете следить когда и по каким причинам они возникают. Приступ энтузиазма в начале войны понятен, да? Это абсолютно объяснимая штука. Типа никто еще не воевал, штука новая, поэтому пожалуйста можем попробовать воевать и нам все это нравится. но позднее приступы энтузиазма уже не смогут быть связаны с началом войны, потому что позднее понятное дело будет уже давно не начать. Но приступы энтузиазма все равно будут появляться по ходу войны, причем даже в разное время в разных сторонах. И вы естественно когда будете читать эту книгу самостоятельно, должны будете следить за тем, а по каким причинам вообще возникает военный энтузиазм. Как он нарождается и что его провоцирует. Особенно не в начале, потому что это вроде понятно, а в середине ближе к концу. Как в Пелопонессе, так и в Афинах тогда было много молодежи, которая по неопытности принималась за войну с большой охотой. Ну только с большую, да? Естественно объяснение понятно. Причина любви к войне, причина энтузиазма по поводу войны заключается в том, что люди давно не воевали. Появилось целое поколение молодежи, которая не знает, что такое война, и потому очень радостно ее приветствует. Это знакомая вам точка соревнование речьяна. Молодежь, которая будет радостно приветствовать войну, потому что ничего они не знают. Архидам. Это Архидам, конечно. Вы видите, что Архидам и Фокиди во многих своих позициях совпадают. Архидам может против войны. Так он именно это объясняет. Он говорит, старики, вы вспомните, что такое война. Я понимаю, молодежь голосует за войну, что они не знают, что это такое, но мы то с вами знаем, что это такое. Поэтому давайте мы не будем этого делать. Получается, здесь только спаривают то, что войны это хорошо, что нужно готовить все ребята, чтобы они стрелили ужасы с самого начала нормально. То есть молодежь нельзя подготовить войну. Не, не, это проблема ведущая следующим образом. Отсутствие опыта войны делает людей неумеренными по отношению к войне. Слишком много надежды, слишком мало страха. Молодые люди по определению не имеют опыта войны, поэтому они по определению во всех случаях являются топливом для войны. Так, за другую, по-другому изменять, если не плохую. Получается, по идее, чтобы понимать, насколько ужасна война, чтобы не хотели воевать. Вы имеете виду в законах? Ну да. Нет, там совершенно другие задачи выполнят. Ну, вот как аршутик, нет, пойду, это чтобы не сцепить войну, нормально. Да, там есть военное воспитание, и на этом воспитании, как вы помните, даже люди умирают. Вот он говорит, ну, если там парочку привьют, ну, ничего страшного. Это военные игры, это не война. От военных игр вы не почувствуете страха перед войной, наоборот, это будет даже проблемой. Ну, потому что, если вы все время стреляете холостыми, да, у вас нет ощущения того, что происходит серьезно. это войны будут статистить. В России на этих играх умирают? Нет, ну, это же случайные смерти, то есть, и более-то... На войне смерти ожидаемы, да, а на военных играх они не ожидают. Поэтому на военных играх нет страха, а на войне он есть. Вопрос. Вы слышите, что отсутствие опыта ведет к неумеренности? Отсутствие опыта, которое ведет к отсутствию страха. Молодежь не имеет опыта войны, поэтому она не испытывает страха перед войной, поэтому она ведома не страхом в отношении войны, а надеждой. Если мы, ну, я понимаю, что мы не проецируем рога людей, да, то есть, одни города в целом. То есть, то, что отсутствие страха не имеет вероятность. Да, это касается поведения людей, мотива поведения, не природы, а мотива поведения. Есть параллель с государством, в том отношении, что демократия ведома надежда. Есть, 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 да, 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 да. Многочисленные изречения ходили из уст в уста. Многое вещали гадатели, как в среде собиравшихся воевать, так равно и в остальных государствах. И это тоже большая тема, которую мы никогда не сможем затронуть, и которая требует к себе особого внимания, как связана большая политика и благочестие, или еще лучше, как связаны боги и большая политика. Вы видите, что вместе с приступом энтузиазма происходит и приступ прорицаний. С чем связаны приступы энтузиазма, вам уже понятно. Не намекает ли Пукидит, что с этим же связаны приступы прорицаний, что боги в данном конкретном случае связаны не со страхом, а с чем? С надеждой. Ну, со случаем. Ну, боги будут существовать. Да, да, да. Но они же обещают в данном случае. То есть мы обращаемся к богам тогда, когда мы полны надежд, а не тогда, когда мы полны страха. В сицилийской экспедиции Пукидит опишет ту самую битву при Сиракузах, когда афиняне силой пытаются вывести свой флот из Сиракузской гавни. Проблема в том, что сражаться в этой узкой гавани могут только несколько кораблей. А это значит, что большая часть афинского войска стоит на земле, стоит на берегу. Стоит и смотрит, как воевают их товарищи на море. Фукидит говорит, когда они видели, что их корабли теснят сиракузян, они взывали к богам, к богам собственных предков чаще всего, к богам, и молились им. Но когда они видели, что сиракузяне теснят их, они проклинали богов, которые естественно привели их сюда. Каким-то образом благочестие связано с надеждой, а не чести со страхом. Причем, естественно, вам кажется, что благочестие напрямую должно быть связано со страхом. Бог тебя накажет. Делай, что бог велит, иначе он тебя накажет. Но вопрос, очевидно, должен быть не в самом по себе страхе, а в его уровне или количестве. Какое-то количество страха должно побеждать благочестие. Слово к российским бойцам вспоминаю Фенистокол. Он же был нечестицем. Понятно, что Фенистокол это великий человек. То есть великий человек, но демократик тогда был умеренный. именно поэтому я специально сказал, что он, конечно, не был нечестицем, он был готов. То есть он говорил, разбирайте храмы, но это было нормально для всех. То есть это не воспринималось как жестокое оскорбление, хотя это было оскорблением. А здесь нет параллели, здесь не формируется параллели, потому что новая честь связана с надеждой, разносная демократия, это по идее первых надежд. Конечно, это же прямая связь. Демократы благочестивы, олигархи нечестивы, только благочестивы. Я снова возвращаю вас к старым добрым лотам. Это четвертая книга 82.4. Помните, спартанцы вместо того, чтобы освобождать лотов, начинают водить их по храму и там убивать. То есть вы видите, как, в чем различаются олигархи и демократы по отношению к богам. Но понятно, что связь благочестия и страха и надежды, она гораздо более сложнее, детальнее, чем вот эта простая ситуация. Именно поэтому вы должны будете, читая книгу, следить за тем, кто, как и когда выражает благочестие, включая самого Факедита. Потому что где-то здесь, между вот этими двумя полюсами, между полюсом афинского благочестия на пике их гегемонии, на пике их империи, когда они говорят, что благочестие заключается в том, чтобы делать точно то же самое, что и боги. Помните, да? Сильный делает, что может, а слабый терпит. Это закон, которому подчиняются все, включая богов. И, скажем, у нас есть противоположная от этого точка сведения благочестие Нике, который останавливает отход афинян из провальной сицилийской экспедиции на, по-моему, три недели или четыре недели, потому что происходит и сказатели начинают говорить, что это знак от богов нельзя отступать. Но при этом самое интересное и самое жуткое заключается в том, что и Никий заканчивает плохо со своим благочестием, хотя Афиняне заканчивает плохо со своим. То есть отношение благочестия страха, надежды, действия и результатов этого действия гораздо более сложным, чем простое отношение. Боге равно надежда и благочестие равно надежда и нечистие равно какой-то невероятный уровень страха. Почему я говорю невероятный уровень страха? Потому что очевидно, повторюсь, что страх и благочестие связаны. Действуй, как боги велят, потому что они тебя могут наказать. Но в какой-то момент уровень страха, который вы можете испытывать, превышает эту отметку, где заканчивается благочестие. И тогда вы, как афинские вольные медиа поражения своих на море начинаете проклинать богов. А есть ирония в том, что благочестие не спас Слеофии, потому что Илья описывает, что Аполлон высказал свое почтение с проказом. Да, конечно, Но есть проблема, конечно, Аполлон это же только один бог, потому что много. И хотя Аполлон как бы выступает в поддержку спартанцев, нигде не говорится, что именно он сделал. Но Ахинина никто и порой это не подружил. Это действительно так. По крайней мере, Фукинин нигде не упоминает ничего подобного, хотя мы можем себе представить, что все эти прорисатели, конечно, прорисали от имени Батуха. Просто возникает такой динам, что мы не можем сказать, что он бы это утаил, потому что это очевидно важная деталь. Да, да, конечно, это сделано ищем не в таком случае. Соответственно, получается, что Афинине не получили поддержку богов, даже ни одного из них, даже не Афины, напевал на собственный город. А Аполлон сказал, что я вас в любом случае как-нибудь это поддерживаю. Да, но поддержка не равно победа. Плюс, конечно, вы помните, что Афиняне на пике своего империаризма считают, они в самом начале войны считают, что так как они подчиняются тем же законам, что и боги, нет никакого смысла обращаться к богам. Верно. И получается, что поддержка богов не сторонит тех, кто не так навык. В смысле, используют богов в свою очередь? Ну, то есть, олигархи, спартанцы не так, потому что навык, не так афиняне. Да, 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 то есть, почему Аполлон выбирает именно спартанцев, помимо очередных связей, да, или, почему Аполлон выбирает спартанцев, помимо того, что спартанцы обладают умеренностью. То есть, несмотря на то, что сами спартиаты не так набожны, не так благочестивы, они все-таки насколько-то благочестивы. Это показывает оно место Повсаня, то есть, они не зарезали его в храме. Да, это как это, как это правильное, ассистит суисайд. Это эвтаназия. Вот. Несмотря на то, что спартиаты не так набожны, как демократы, что олигархи не так набожны или благочестивы, как демократы, это не значит, что они нечестивы, что они отвергают богов. И именно их умеренность, кажется, делает Аполлона их сторонником. А можно сказать, что Аполлон в принципе упоминается здесь, упоминается с замечательных фраз, даже если вы не будете меня звать. Да, да. То есть спартиаты не насколько благочестивы, и они могут вообще не прибегать к помощи. Аполлон, смотрясь, как это на свои силы, афиняне обязательно позовут. Нет, 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 так не выйдет. Если, к сожалению, из Гомера и потом Есиода, нет, не Есиода, другого поэта. Мы знаем, что если вы не хотите звать на помощь богов, то это заканчивается очень плохо для вас, потому что боги обижаются. И тем не менее, Аполлон предполагает возможность, что его не позовут. Да. Это еще сильно усугубляет ситуацию. Да, в том смысле, что война может не начаться. Аполлон говорит, я приду вам на помощь, вне зависимости от того, я буду нужен или нет. В смысле, вы меня позовете или нет. То есть даже если война не начнется, я все равно на вашей стороне То есть для вас тоже это был случай. Начнется война или нет. Вы не распоряжались, когда она начнется. Я хочу вам ответить строчкой из протагона. Есть боги или нет, я не знаю. И еще сказать больше про них не могу. Можно ли? Ну, это, конечно, немножко по-фистански звучит, Аполлон хотел доказать Афины. За что-то, да? Например, за их чрезмерность. Ну, чрезмерность еще не наступила. Аполлон на стороне спартанцев по умолчанию. По какой-то причине. Исторической причине. Возможно. Но вот если мы обнаружили исторически, что же сказать. Если Аполлон более посчитался дарицами, то, тут как раз вопрос о словах Аполлона, что будете вы ждать или нет. Ну, позовете, да. Да. То есть, он готов был вмешаться, даже если война не началась. Не начиналась бы, да. Но в этом смысле наказать Афину. Да. Тогда возникает вопрос. Ну, во-первых, за что боги могли бы наказать Афину или Аполлону? Почему боги не пришли на помощь Афину вообще? Значит, это такая тонкая материя, в которую мы не можем лезть, сочинить. Но, это тоже может быть как раз в виде его злософии. Если мы возьмем исход войны и спросим себя, почему спартанцы думают, они проиграли в первой половине, но выиграли во второй, то победит нам напрямую и ответит, что спартанцы проиграли в первой половине и действовали так плохо и неуверенно, потому что они четко знали или думали, что знают, что они нарушили договор. Нарушение договора есть акт нечестия, за который боги... Да. И, соответственно, вторая половина войны начинается именно из-за агрессии афинян, и там спартанцы были уверены, что афиняне нарушили договор, поэтому боги на их стороне. То есть умеренность и благочестие здесь связаны. в то время как афиняне, будучи гипер верующими, гиперблагочестивыми, в то же самое время никак не связывают свое благочестие умеренностью и с богами. То есть, несмотря на то, что афиняне готовы начать значит, пытать хороших людей, не только рабов, а хороших людей, чтобы выяснить, что там с гермами и кто вообще это сделал и что, и несмотря на то, к чему это приводит, в то же самое время они нарушают договор по собственной инициативе и только из надежды. Чума начинается уже после. Я говорю сейчас не про первую половину войны, на которую начали спартанцы, а про вторую. Чума начинается на второй год войны. То есть Аполлон приходит не смотря на то, что спартанцы нарушили до Белого. Просто интересно получать спартанцы проигрывают первую половину войны, как они в Южнии, потому что они нарушили договор. То есть, как бы, они уверены, что боги гневуются на них. Да. В то же самое время Аполлон не гневается на них, он помогает им. Да, но так вот, как он и обещал, да, то есть, они его не звали, но он пришел помочь. Но не получилось. В смысле, получилось, но никуда не придется. Получается, прохлит и поганит, потому что, мало того, потому что спартанцев наказали боги за нарушение договора. Но вы можете смело сказать, что не спартанцев наказали, а афинянам помогли за то, что они договор не нарушали. Я бы сказал, что помогли, если не чему. Так Аполлон сразу сказал, что он будет отдельно от всех. То есть, это его личное решение, не связанное с тем, нарушили спартанцы договор или нет. В то время, как все остальные боги, мы бы могли сказать, опять же, не могли бы, встали на сторону афинянам, и они победили в первой половине войны, и проиграли во второй, потому что нарушили договор первой. Я бы просто такую нынку, сейчас можно подлучить, несколько натянуто, но я бы провел такую параллель, что демократии, поскольку они живут на нежды, поскольку они чрезвычайно набожны, но они поскольку они их набожность это скорее ритуал, это скорее ложь, чем правда. То есть, они действуют эмоциями, они не рассудочно наборы. Тут скорее наоборот. Вы бы могли сказать, что олигархи на самом деле следуют ритуалу, но не верят. Демократы как раз искренне верят и вполне даже не следует себе ритуалу. Другое дело, что эта вера каким-то образом связана с надеждой. И более того, в случае с финянами эта надежда трансформируется тем самым принципом благочестия, принципом империализма, который они исповедуют. Когда финяне нарушают договор во второй половине войны, они абсолютно уверены, что не совершают нечестия. Почему? Это с тобой боги. потому что боги подчинены тому же принципу, который ведет афинян к войне. Сильный делает, что может, а слабый терпит. Если уж боги подчинены этому же принципу, то как боги могут быть против афинян, которые этот принцип воплощают? Нападение на Сицилию это нападение, которое спровоцировано принципом силы. Как понять, ты сильный или слабый? Только война. в этой ситуации договоры уже никогда не могут и не будут работать. В этом смысле афиняне уверены как полис. Они понимают, что они поступают согласно космическому принципу, который руководит, в том числе, и богами. Следовательно, от богов не может быть никаких проблем. А афиняне ниже, афиняне как отдельные личности, афиняне как люди, становятся, афиняне как демократы, становятся, наоборот, гиперверующими. И то, и другое, и принцип инфериализма, который они исповедуют. И их гипернабожность связана с чем? Если, как мы говорили, солдаты восхваляют богов и призывают к богам, когда видят, как их корабли побеждают. С чем оно связано? Конечно. Чем сильнее надежда в демократах, тем они благочестивее. Но в то же самое время принцип силы, который уже, принцип войны, который уже изменился, и который подталкивает их начинать войну, быть агрессивными, всегда он тоже исходит из надежды. Точно так же, как благочестие спартанцев и их умеренность исходят из страха перед богами, которое подтверждается тем фактом, что они наказаны за связывание войны, точно так же благочестие афинян и их агрессивность подталкивают с их собственной надеждой. И это же ведет их к к раху. А вот какой вопрос. Афиняне стали гиперверующими после того, как отказались от свежих богов. То есть чума, безверие. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. До чумы мы дойдем, успеем дойти. Смотрите, Смотрите, гибель веры в богов, гибель веры в общественный порядок приводит только в одну ситуацию – первое время чумы. Это значит реализация человеческой природы и гибель государства. Фукидид говорит, что как только чума начала ослабевать, так сразу же люди начали находить, пытаться находить, в кавычках, рациональное объяснение происходящему. И снова начали возвращаться к подчинению закону людскому и божественному. То есть большинство людей, мы об этом обсудим потом, большинство людей не может существовать в ситуации без общественного или божественного порядка. И они все время инстинктивно хотят к этой ситуации вернуться, им нужен только повод. Фукидид говорит, да, после чумы все порядки ослаблены, но они вернулись, поэтому вы не можете сказать, что после чумы афиняне стали безбожниками, и они так вот продолжили быть безбожниками, потому что чума-то была фактически всего 2-3 года. И все они в начале войны. Просто если бы это был график, ну, нельзя пости как график, что вот, условно, график не было. Так, нам нужно чума. Да. Потом они внезапно опять начали... Ну, не внезапно. А потом они договоры нарушаются. Нет, а потом их благочестие трансформируется. Причем мы можем смело сказать, что не потом, а оно трансформировалось еще до этого, потому что идею о том, что сильный делает, что должен, а слабый терпит, высказывают афинские посуднича в самом начале войны. Помните, когда с перимфианами спорили? То есть у них уже в головах есть этот принцип. Он еще только не вступил в полную силу. Он в полную силу вступает в милоском диалоге. И после этого афиняне начинают войну. Он нарушает договор. Мне кажется, почему я не опускаю эту мысль, не показывать нам победив через эти отношения с богами, и через вот эту вот, на чьей стороне, чашу, на какой стороне боги, то, какую модель благочестия предпочитают. Конечно, показывают. Афинское благочестие, и то, что буквально боги твои с афинами, это показывает нам то, что вот вас покинули все. Вас даже Аполлон вас наказал. Аполлон здесь исключение, потому что он сразу пообещал. То есть еще война не началась, он уже решил, что он будет делать. Это его проблема. Но, в общем и целом, вы абсолютно правы. Благочестие Фокидида находится между двумя полюсами. Благочестие афинян, выраженное в милоском диалоге, и благочестие Никея, который до конца оставался верным богам, молящимся, приносящим жертвы, следующим тому, что говорят предсказатели, и при этом все равно потерпевшим полный крах. И причем не просто потерпевшим крах, а не просто проигравшим, а получившим самую несчастную судьбу среди всех великих людей, которых описывает Фокидида, а об этом Покидида говорит. А по середине... А по середине находится то, что, конечно, мы должны были бы исследовать, прочтя историю Фокидида. А спартанское благочестие? Спартанское благочестие явно ближе к Никею, чем к Афинянам. Но это точно не благочестие Никея, потому что спартанцы убивают из этого Х. Ну вот, это находится даже, да, и сам замечательный благочестие. И при этом, понятное дело, что благочестие спартанцев ведет к умеренности, а благочестие Никея в конце особенно ведет к пассивности, то есть оно парализует ее. Надежда, как вы видите, может выступать не только катализатором, но и паралитиком. То есть Никей надеется, что ему удастся все... осуществить все, что он задумал, и на этом основании он не предпринимает очевидных действий, которые очевидны для всех остальных. Например, когда... Всем уже понятно, что Северокузы не взять штурмом. Никей все еще надеется на то, что его переговоры, с северокузскими демократами, слиятельными северокузскими демократами, приведут к тому, что они просто откроют ворота одной ночью. И он просто введет войско в город. Всем уже понятно, что этого не будет, но Никей продолжает на это надеяться, и именно поэтому не отводит войско. А не отводя войско, он фактически загоняет его в ловушку, с которой нет войско. Точно так же, как в ловушку его загоняют предсказатели, которые после лунного затмения говорят, что мы не должны в месяц двигаться, а должны в месяц стоять на месте. И все понимают, что это конец, и только Никей говорит, мы должны следовать приказу богов, великой богов. Мы вместе будем сидеть здесь, пока нас окружают, и пока нас, значит, готовится спартанцев. Хорошо, давайте продолжимся. К тому же, незадолго перед этим, на Делосе, произошло землетрясение, чего никогда еще на нем не было, насколько помнили Элли. Говорили и думали, что это признаменование для грядущего, и вообще искали повсюду, что не случилось чего-либо другом в этом же роде. Да, то есть, естественно, взрыв надежды связан со взрывом благочестия. Сочувствие эллинов склонялось больше на сторону лакедемонян, в особенности, благодаря заявлению их, что они освобождают Элладу. Да, спартанская пропаганда активно будет работать и успешно будет работать на протяжении всей войны. Почему? Потому что на что она рассчитана-то? И почему она перестанет работать? Спартанцы говорят, вы должны переходить на нашу сторону добровольно. Вы уже поняли, почему это должно быть добровольно. Потому что мы освободители Эллады, мы все время снимали тиранов, мы воевали с персами, и вот теперь мы воюем против афинян, чтобы вас освободить. На что рассчитывают спартанцы, произнося эти речи? Потому что они садятся против тиранов. Что они не держат договор. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На какой мотив политического действия? На выгоду ответственности. Нет. На что? Они же это говорят союзникам афинян. Чтобы союзники что-то сделали, спартанцы должны рассчитывать на какой-то мотив. На какой? На надежду. На надежду, правильно. От чего зависит этот мотив? От чести. Нет, то есть там он держит. Не-не-не, это он держит. Это он, а? На доле отчести? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. От того, осуществилось ли то, что обещают спартанцы, или нет. Потому что, когда города начнут пускать в себе спартанцев, спартанцы начнут назначать в эти города гормостов. И гормосты начнут там такое делать. После чего всем станет понятно, что не надо было пускать никуда спартанцев. То есть, спартанская пропаганда работает ровно до тех пор, пока она не осуществляется. До тех пор, пока спартанцы не захватывают города. В смысле, города не сдаются спартанцам добровольно. Все уверены, что добровольная сдача ведет к освобождению. Спартанцы целиком и полностью существуют на надежде. Вернее, это их обещание существует на надежде. Как только это обещание исполняется, всем Сашу сразу же становится страшно по поводу того, что происходит. Сочувствие эллинов склонялось больше на сторону лакедемонян. В особенности, благодаря заявлению их, что они освобождают лакедемон. Да. То есть, сочувствие эллинов целиком и полностью находилось на стороне надежды. Приступ энтузиазма, приступ надежды. Естественно, афинские союзники надеются, что их освободят. Напрягал свои силы каждый. И частные лица, и государство, стараясь, по мере возможности, помогать лакедемонянам и словам, и делам. Да, вы видите опять эту формулу, и словам, и делам. Всякому казалось, что дело встретит помеху в том случае, если он сам не будет при нем. Есть, естественно, как мы говорили ранее, и вторая сторона медали, а именно страх. Одно и то же действие. Вы можете описать, как со стороны страха, так и со стороны надежды. Ну, например, я пошел поступать в МГУ. Я пошел поступать в МГУ, потому что я надеялся, что у меня это получится. Я пошел поступать в МГУ, потому что я боялся, что если я не поступлю, меня заберут в армию. Вместе с тем, большинство эллинов было раздражено против афинян. Одни потому, что желали избавиться от их владычества, другие из страха попасть под это владычество. Страх был также, помимо надежды, инсинуатором поддержки спартанцев. Но страх у кого был? У... А... Не-не-не-не-не. Кто из городов испытывает страх, а кто надежду? Союзники Афины испытывали страх. Союзники Афины испытывали надежду освободиться из-под афинского владычества. А кто испытывал страх? Ну, только что Фукидит вам сказал. Союзники Афины испытывали страх. Нет. Независимые государства, независимые города из страха, потому что всем было понятно, что Спарта пассивна, а Афины активна. Это значит, что если Спарта не победит, Афины нас захватят. Хорошо. С такими-то приготовлениями и в таком настроении оба государства приступали к войне. Первыми начинают все делать лакидимоняне. Десять. Лакидимоняне тотчас, после плотейских событий, разослали приказания по городам Пелопонеса и по союзникам вне его вооружать войска и заготовлять все необходимое к далекому походу, так как они намерены вторгнуться в Атик. Да, вот это далекий поход, конечно, но для спартанцев очень далекий. Пешком далеко идти в Атику. По мере того, как отдельные государства были готовы, две трети войска от каждого из них к назначенному времени собрались на Иску. И когда все войско было в сборе, царь лакидимонян, архидам, бывший главнокомандующим в этом походе, созвал стратегов от всех государств, высших должностных и наиболее значительных лиц и ободрял их такой речью. Вот перед нами вторая речь Архидама. Ну как вторая, третья, конечно, да, то есть у него была одна речь во время выступления Каринфина-Афинина, еще одна после этого выступления, после того, как они приняли решение начать войну. И вот теперь новая. У этой речи, и это тоже очень важно, помимо того, что в речи есть цель, какая-то, да, и задача, у нее еще есть и целевая аудитория. И здесь Фокедит нам выдает целевую аудиторию разом. Это не войны, это не все люди, это знатнейшие и главнейшие, то есть это речь за закрытыми дверьми. И понятное дело, речь за закрытыми дверьми, это не то же самое, что речь перед публикой. Самый простой пример афиняне. Помните, что миловский диалог это делал за закрытыми дверьми. И он начинает с того, что афиняне говорят, вы очень мудро поступили миловцы, что не дали нам выступить перед всеми. Поэтому мы сейчас не будем говорить про фокедеды воевали, про то, что мы освободили значит Грецию от персов. Эту всю чушь мы нести не будем, мы сосредоточимся на главу. Вот так и здесь Архидан выступает перед закрытой аудиторией. Пелопонесцы и союзники и отцы наши совершили много походов как в самом Пелопонесе, так и за его пределами. Да и старшие из нас самих не лишены военного опыта. но вы понимаете не может спартанец не начать с известной формулы. Однако мы еще никогда не выступали в поход с большими силами как в этот раз. Кроме того мы идем теперь против могущественнейшего государства и сами начинаем войну с огромнейшим и доблестнейшим войском. Вы видите Архидан очень четко дает себе отчет и соответственно заставляет всех остальных отдать себе отчет в том, что это они нарушают договор. Очевидно воинам бы он такого не сказал. Поэтому наш долг показать себя не хуже отцов наших и не ниже нашей собственной славы. И Архидан естественно является сторонником золотого века он не прогрессист. Он говорит в лучшем случае мы можем оказаться не хуже отцов. Перикол я напоминаю вам в своей знаменитой похоронной речи скажет ровно наоборот отцы были лучше дедов а мы лучше отцов. Действительно вся Эллада возбуждена настоящим движением следит за ним со вниманием и вследствие ненависти к Афинянам сочувствует нам готовы содействовать осуществлению наших планов. И снова Фукидид и Архидан совпадают в своих суждениях как Фукидид нам только что сказал Эллада сочувствует и Архидан согласен с этим. 4 Хотя ход войны неведом и большую часть нападения совершаются внезапно и под влиянием возбуждения часто меньше по количеству но осмотрительное действующее войско с успехом отражало более многочисленного неприятеля если последний по самонадеянности оказался неприготовленным. Это настолько правда что она подтвердится в двух Фукидидам подтвердится в двух ситуациях в ситуации похода совместного похода Брасиды и Пердики когда их напугает гигантское македонское и спартанское войско напугает даже не какое-то чужое войско а просто слух о войске и они рассыпятся за ночь и это же подтверждает сицилийский поход афиняне явно приплыли с гораздо большими силами чем те что были доступны серых кузянам но они не смогли победить в неприятельской земле следует постоянно подвигаться вперед со смелостью в душе на деле же со всей осмотрительностью быть готовым ко всему смотрите каков план речи а это всего один абзац Архидама Архидама говорит вначале мы решили к сожалению воевать мы должны в этой войне не посхрамить дедов не только потому что они за нами смотрят но еще и потому что за нами смотрят все остальные не посхрамить дедов мы можем только если мы не будем допускать дурацких ошибок например думать что если у нас войска больше то нам не нужно значит готовиться к каким-то проблемам а победить мы можем если только врага что значит смотрите не посхрамить дедов то есть не проиграть мы можем если мы не совершим ошибок следовательно победить мы можем если совершат ошибку афиняне если случай это обстоятельства от вас независящие от человека независящие а ошибка врага это обстоятельства зависящие от человека от врага Но Архидамны нет спор-классов. Они ведь могут только ждать, когда Архидамны совершат простой. Не совсем так. Именно потому, что это не случай, вы можете не ждать, а провоцировать Архидамны совершить ошибку. Что Архидамны сделает? У него в голове суперплан, который сработает. Как вы увидите позднее. Пожалуйста, шесть. А мы идем на такое государство, которое в состоянии сопротивляться. Которое во всех отношениях прекрасно подготовлено. Поэтому следует твердо надеяться, что Афиняне стопят в битву с нами хотя бы теперь, пока мы еще не в их стране. Они не трогались места. Другое дело, когда они увидят, что мы опустошаем их землю и истребляем их достояние. У Архидама суперпростой план. Итак, мы победим в этой войне, как и думал Перикол, одним большим сражением. Чтобы это сражение случилось, надо спровоцировать Афинян. Потому что они не выйдут к нам сражаться сами. Поэтому мы должны сделать простую штуку. Мы вторгаемся в Аттику. Ничто не победить Афиняна. Это невозможно. А чтобы спровоцировать их, сжигая их дома, поля и убивая их скот, мы спровоцируем их выйти из города и дать нам бой. А когда они это сделают, они проиграют. Ох, Перикол. Да, да, конечно. Почему же они выйдут из города? Семь. Ведь все люди приходят в ярость, когда их постигает что-либо необычное в их глазах и внезапно. И те, которые меньше всего следуют голосу рассудка, с наибольшей горячностью кидаются в дело. Афиняне не рациональны, они аффективны. Мы разбудим в них аффект. Ну, нам доступен только один, да, ярость. Мы их разведем. И когда мы это сделаем, они этому аффекту поддадутся, вылезут из-за стен, и на этом с ними будет покончено. Девять. Итак, коль скоро вы идете войной против такого государства, коль скоро борьба, это в зависимости от того или иного ее исхода, принесет вашим предкам и вам самим, или величайшую славу, или такой же позор, следуйте всюду, куда бы ни повели вас. Наблюдайте выше всего порядок и бдительность, и быстро исполняйте приказания. Итак, смотрите, Архидам говорит, мы решили воевать, надо не посрамить дедов, потому что за нами следят. Чтобы не проиграть, надо не совершить ошибки. Чтобы победить, надо сделать так, чтобы противник ее совершил. У меня есть план, как заставить их совершить ошибку. Дальше он излагает этот план. Но речь на этом не заканчивается. Она заканчивается призывом. Лучше и безопаснее всего. Когда многие проявляют готовность подчиняться одному порядку. Этот призыв действовать единогласно и единодушно. Этот призыв же снова призыв не совершать ошибки. То есть это то, что важнее для Архидама всего. Но за этим призывом стоит финальная фраза. Лучше и безопаснее всего. Когда многие проявляют готовность подчиняться одному порядку. О чем говорит Архидам? Почему они не совещать вместе? Ну война началась, конечно. Смотрите, Архидама говорит. Началась война, надо не посрамить дедов. За нами следят. Надо быть умными. Надо быть умными, надо не совершать ошибку. Надо быть умными, надо заставить противника совершить ошибку. Я знаю, как противника совершить ошибку. Ребята, давайте мы будем не совершать ошибок. И финальная фраза. Ну, нет. А? Нет. Хорошо, но за ней стоит более великая... Видите, даже наш переводчик умудрился выделить курсивом эту финальную фразу. Начинайте с вами. А я как? А там, знаете, мы там в слове. Не, ну, 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 сейчас, сейчас, сейчас мы допрыгаем. Да, да. Да, да. Естественно, в Греции, говорит Архидам, не может быть двух начальников, потому что два начальника ведут к проблемам. Например, к войне всех против всех. В смысле, к массовой войне. Мы должны этого не допустить. Лучше всего, когда все думают одной головой. Какой головой? Побегательством. Нашей головой, спартанской головой, конечно. То есть, это все заканчивается не фразой о том, что мы должны не допустить ошибку. Хотя фраза, видите, там три части. Мы не должны допустить ошибку. Они допустят ошибку. Мы не должны допустить ошибку, да. Но все это заканчивается словами Архидама о том, зачем эта война вообще ведется. И кажется, Архидам говорит нам, что цель войны это мир. Не всякий, очевидно, мир, да. Особый мир, при котором все будут ходить с троем, как в спарте. Причем это единственный способ не совершать ошибку. Но все-таки мир. И не на чем? Ну, ходить с троем, да. Вы же будете ходить с троем не потому, что вам так хочется. А потому, что иначе люди будут, идя по тротуару, натыкаться друг на друга. И это все будет только мешать. Поэтому двигаться надо с троем. То есть, Архидам и Игорь – это люди одного и того же технику. Да, одного и того же калибра. Они понимают, что происходит, как это происходит и почему это происходит. Можно сказать, Архидам же не до конца войны будет с Архидамом. Нет, нет. Его роль закончится прямо сейчас. Вот сейчас они дойдут до чумы и больше про Архидама никогда не вспомнят. И Игорь тоже бы садили свет. Да, но потому, что он умрет на второй год или на третий год чумы. А получается, что война начиналась политиками старых войн? Конечно. Да, да. Это часть прогресса в ходе войны. В том числе политического. И вы можете сказать, в том числе индивидуального. Или, если хотите, культурного, слой с духовного. То есть, люди, которые начнут войну – это совершенно другого склада люди, чем те, которые ее продолжат. Мы просто видим то, что война начинается с двумя людьми, которые осторожны в своих действиях, которые предвидят среди своих врагов. Мы можем сказать, что они одинаково умны, но один из них не хочет войны, а второй не может ее не хотеть. Да, но это их политично. Но в целом, они ведь ведут даже войну осторожно. То есть, надо подготовиться. Перейкл говорит, у нас есть силы, но надо как-то тоже быть к этому готовыми. Перейкл знает, чего делать не нужно. Орхидам знает, чего делать не нужно. Не все боятся, оба боятся совершить ошибки. А потом они умирают. И появляется новое поколение стратегов, дефицари, которые мыслят совершенно иначе. Да, да. У них есть, да, конечно. То есть, даже, по крайней мере, мы можем сказать это о Спарте. Об Афинах не можем, потому что они как были невероятно агрессивными. Так и остаются. То есть, агрессия растет, но смысл не меняется. В Спарте, действительно, после ухода Орхидама вперед выходит новый спартанец, который вообще не спартанец. Который настолько не спартанец, что даже спартанцы косо на него смотрят. То есть, Орхидам последний, ну, в основном, последний спартанец власти. Не совсем так. Потому что, естественно, Брасит не царь, а царь Агит. И царь Агит ведет себя, как и подобает царю. То есть, он все еще в старой формации. Настолько в старой, что он даже продается. Вы знаете, у спартанских царей есть такая особенность. Но, действительно, война ведет к некоторым изменениям в поведении отдельных великих людей. И мы понимаем, почему. Потому что, как прогресс, она в том числе является собой прогресс человечести. То есть, высвобождение человечести. Другое дело, что зажатый спартанский порядок даст нам только одного интересного человека, Брасида. А вот свободный афинский даст нам гораздо больше людей. И возникает вот такой вопрос. Значит, ну, понятно, что дальше будет больше известных афинин, которые будут воевать. Но... И афины так иначе будут агрессивными, империалистичными и так далее. Но сам характер фактически тоже применяется в том отношении Ферикл по сравнению с тем же Никкием, с Укиадом. Но он очень аккуратен, прямо скажет. Да, Ферикл об этом скажет напрямую чуть позже. Дело в том, скажет он, что... И вот эта вот проблема, которую он видит и которую видеть сложно. Дело в том, скажет Ферикл, что при жизни Ферикла у него не было противников. Не было другого, столь же великого человека, как он. Поэтому он один всем руководил и не испытывал проблем. Ему не нужна была демократия. Ее и не было. Но когда, скажет Фукидит, за власть начинают бороться следующее поколение людей, они окажутся равносильными. И чтобы победить в борьбе друг с другом, им нужен будет народ. И для того, чтобы привлекать народ, они начнут обещать невероятные вещи. И тем самым сделают демократию сначала настоящей, а потом разную сделку. То есть чем больше... Но это не потому, что они меньше, чем Фериклы. А это потому, что их больше, чем Фериклы. То есть они такие же умные, как Фериклы, но именно потому, что их больше, чем один, они находятся в ситуации клинча, где каждый из них должен будет перетягивать народ на свою сторону. А перетягивать народ можно только демократов, можно только надеждой. Поэтому у них все будут больше и больше посулы, больше и больше планов. Точно так же, можем сказать мы, чтобы высказаться против немножко вашего тезиса, как у Спарты в ходе войны появится не спартанский спартанец, да, Боросит. Точно так же у Афин останется не афинский афинянин. Никий. Никий во всем будет похож на спартанца. Медлительный, благочестивый, стремящийся к миру, как Орхидан. В то время как Боросит будет во всем похож на Афиня. Но я напоминаю, что обоих из них ждет незавидная судьба, да. Одна судьба более незавидная, чем другая, но все же. Но в целом, конечно, прогресс происходит не только до войны, но и во время войны. И это касается и прогресса человечности. Мы будем продавать одинаковый на отпуск? Да, будем. Как раз сейчас это и сделаем. Как раз перед тем, как увидеть, что там сделает Орхидан и исполнится ли его план. Да, конечно. Орхидан.